Американские учёные назвали главное преимущество занятий бегом перед сидячим образом жизни. Ключевые моменты исследования описаны в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Занятия бегом, как показали специалисты, приводят к улучшению функциональных связей между различными участками головного мозга. Цитата. Бывший сотрудник Uber подал на кампанию судебный иск, в котором утверждает, что фирма следила за знаменитостями политиками, собственными работниками и обычными пользователями. Об этом пишет издание Reveal. Уордс Пангенберг работал в службе безопасности Uber, благодаря чему получил доступ к закрытой информации. Как сообщил бывший сотрудник, компания использует внутреннюю систему отслеживания пассажиров для тайного наблюдения за политиками на высоком посту, знаменитостями и даже своими знакомыми. Цитата. Недочеты в системе безопасности Uber в результате привели к тому, что работники начали отслеживать профили политиков, знаменитостей и даже личных знакомых своих коллег, включая бывших девушек, молодых людей и супругов. Приводит издание слова из искового заявления Уорда Спангенберга, подписанного под присягой. По мнению мужчины, под угрозой находится персональная информация всех пользователей сервиса, а не только звезд и политиков. Компания уже дала свой комментарий по поводу возникшей ситуации. Цитата. Uber продолжает увеличивать инвестиции в безопасность. У нас круглосуточно работают сотни экспертов по защите данных. Все они действуют в рамках должностных полномочий, а случаи нарушений тщательно расследуются. Цитирует издание пресс-службу Uber. Компания подтвердила. Менеджерам и юристам требуется, чтобы у сотрудников был доступ к данным, и некоторые его действительно получают, но только в рамках своих рабочих функций. Google отказалась от своих амбиций в отношении разработки беспилотного автомобиля без руля и педалей, сообщает ресурс Information. Вместо этого американская корпорация планирует сотрудничать с другими автопроизводителями и запустить сервис по совместному пользованию машинами. Так, вместе с автогигантом Fiat Chrysler, компания к концу 2017 года выпустит около сотни гибридных минивэнов. Цитата. Это третья попытка создать самоуправляемый автомобиль после собственной модели Google и кроссовера от Lexus. Согласно слухам, в ближайшее время к сотрудничеству может подключиться и Ford, говорится в статье. Как объясняет издание, в Google собственный проект, предполагавший разработку абсолютно уникального автомобиля, без каких-либо привычных человеку способов управления, посчитали непрактичным. Самоуправляемый автомобиль стал уже третьим из крупных и раскрученных проектов, от которых Google отказалась в последние несколько лет. В сентябре текущего года в рамках рационализации была остановлена разработка модульных смартфонов Project ARA, который аналитики впоследствии назвали провалившимся научным экспериментом. За полтора года до этого, в феврале 2015-го, была переосмыслена нашумевшая разработка Google Glass, которая из мейнстримного продукта превратилась в узкоспециализированное устройство для профессионалов и энтузиастов. Издание Variety сообщает о рейтинге фильмов из черного списка 2016-го года, то есть о тех кинолентах, сценарии которых по каким-то причинам не были запущены в производство. В этом году в список вошло 73 работы. Цитата. Создатели рейтинга основывались на мнении 250 сотрудников киноиндустрии, продюсеров, глав студий и финансовых директоров. Каждый из них выбрал лучшие сценарии, по которым в 2016 году не были сняты фильмы, говорится в статье. Первое место занял Бэя Пик об американской певице Мадонне сценариста Элис Холландер. Он получил 49 голосов. На втором месте мелодраматический сценарий Дэна Фогельмана, в котором рассказывается несколько историй любви в разных частях мира. Третью строчку занял сценарий Тони Тоста о грибце, который пытается попасть на Олимпийские игры 1984 года. Первый черный список в 2005 году придумал и составил кинопродюсер Франклин Леонард. В частности, в черном списке оказывали сценарии таких оскароносных фильмов, как «Джуна», «Джанго освобожденный», «Король говорит», «Миллионер из трущоб» и «Операция Арго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова